Девушки отдыхают 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 Сразу разведка боем началась. Мы видим, что боксер Запорожье закрывается. Чуть не нужно хватать удары, чуть повнимательнее нужно. Боксер из Запорожья чуть повыше и работает передней рукой неплохо. Возможно, поджимать его нужно. Там развивать свою атаку. Понятно, первый раунд еще присматривается. Александр ищет. Да, да, вот смотри, очень хороший удар справленный. Очень справленный. Это от пастового бронения и свое. И по пищи нехорошее. По животу хорошо пробивает. Видите, поджал противника канатом. Свою работу сделал сразу, поджал канатом. Вот видите, в средине ринга у запорожского боксера получается, передней рукой тем более. Ну, видно, что работает тоже неплохо. А здесь нужно поджимать его. Чуть он повыше, руки подлиннее у запорожца. Поэтому Александру нужно поплотнее работать. Вот, хорошо, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Только внимательнее нужно тоже. Не хватать детей. Вот так, корпусом. Вот так, вот, хорошо. Дадим ему помахать тоже чуть-чуть. Ну, еще в первом раунду боксеры свежие, можно так сказать, пока. Есть такое выражение, как бы, там они немножко подустанут. И уже будет тактически разбираться. Проявлять и характер, и технику, и тактику ведения боя. Оп! Ну, я думаю, беспрекословно первый раунд за нашим боксером. Да, закончил. За боксером Егорова. Хороший удар справа. Удачная атака. Показывает. Видите, сделал обманное движение, сделал обманное движение, и четко дошел в ларда цели. Это два тренера Запорожья сейчас было. Владислав Копак и Александр Даниловский. Которые секундируют его в этом бою. Да, Костенко. Второй раунд. Обратно мы видим, что Егоров и Саша начинают, как бы, более активно проводить свои действия. Работает первым номером, поджимает противника и ищет. И раскрывает противника что-то, четко достичь своей цели. Чуть-чуть подзажат, Саня, чуть-чуть бы расслабиться. Смотрите, как назад немножко пропускает. Вот, 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 еще здесь нужно уже. Ну, видите, в втором раунде уже боксер Костенко немножко уже, как бы, вам сказал. Ну, потому что пропустил ощутимые удары, скажем так, по печени. Да, по туловищу. Но они сказываются. Вот опускает руки уже, бравирование это не нужно. Ну, это, возможно, усталость просто сказывается. А может, хитрость боксерская, еще здесь бывает так, что боксер. Чуть Саня взвинтить надо. Да, немножко побыстрее, темп нужно сделать. Темп нужно, да. Я думаю, он не выдержит просто. Вот, смотрите, четко, так, справа. Справа четко попадает. Бокс! Вот так, еще и здесь же, здесь. Вот так. Девай, девай. Девай, девай. Девай, девай. Слышим, мы подсказку тренера тоже говорят. Да, Валерий Шелиньков, да, да. Девай, джеб. Чтобы постоянно контролировал поединок передней рукой. Постоянно нагружал, нагружал. Вот, вот так. Тем более, как видим, все атаки справа и проходят только после передней руки. Передней рукой и заканчивая вправо. Валерий Шелиньков, да. Где принимать? И принимать не нужно тоже на себя. Нужно самому вести поединок. Видим, что выполнил капу боксер. Это функциональных возможностей к боксеру. Если боксер начинает капу... Первый звоночек можно так сказать? Да, первый звоночек где-то боксера. Сейчас представляет Александр Григоров. Мастер спорта Александр. 23 года, напомню. Третий раунд. Третий раунд. Ну и, хочу сказать, что бой напряженный идет. Преимущество у Саши есть, но не настолько очевидно, как это было в первом раунде. Преимущество у Саши есть. Преимущество у Саши есть. Вот здесь хорошее, хорошее, как только Александр прижимает своего боксера канатом, поджимает здесь все. Преимущество найдет, как только остановился, здесь уже как бы начинается качели, равный бой. Вот здесь, смотрите, поджал канатом, четко обрабатывает и голую, и туловищу. Очевидное преимущество. Отдает тактическую позицию, здесь уже меняется картинка. Вот эти хорошие удары по печени, вот и пожалуйста. И боксер, казалось бы, высокого роста, уже начинает наклоняться. То есть, что не характерно, что вот тебе, пожалуй, обратно. Заканчивает по животу, обратите внимание, всегда заканчивает по животу. Хорошо ушел. Не нужно сближаться только. Сближается. Сам же бьет и сам сближается. Держать противника в напряжении. Тут открылся, тут же наказывать партнера нужно. Собоя соперника. По животу. Стоп. Стоп. Вот так, хорошо. Вот и продолжение раскрывать. Нужно раскрывать и продолжать дальше. Вот видите, как реагирует он. Только финты руки опустились. Нужно этим пользоваться моментом. Это концовка раунда. Который, видите, хорошо проводит. Хорошо проводит. Молодец, совершенно молодец. Сам. Который,korri enclosure, и 23. Бальский. Мастерством Масковлов Thai, Сосачаровску. Черное сopa, Сетя Голи ermbroковья. Уч estoy поn� в счету. Чемня Только СССР. Летим pernah утром представляется. Класс 700. Класс 300. Класс 400. Ост两ка молодец. Это вам сейчас представляли реферией этого поединка Маррика Джангутдинова. Так, четвертый раунд. Тактически видно, что наш боксер поджимает боксера Запорожья. Нужно поддавливать, молодец, но картина боя есть, он постоянно напрягает его, напрягает. И вот здесь нужно работать, вот здесь. И вот навстречу. Устал уже боксер из Запорожья, но нужно с правой руки. Хорошо ловит навстречу сейчас, только рука пошла. Потому что преимущество работает левая рука. Как мы видим, Черенкову подсказывает джеб, джеб, джеб. То есть передней рукой работает. Контроль передней рукой постоянно. Также видно, что атаки после передней руки. Да, и боксер только хочет контратаковать, тоже сразу раскрывается и пропускает удар. Вот, как видите, справа только и справа тоже пропустил удар. Закрывается боксер из Запорожья, возможно? Подустал, я думаю, что подустал. Здесь он функционально, видно, не совсем был готов. А может быть и тактические решения. Александру нужно где-то накидывать два-три удара. Один удар бить вот так. Ой, хороший удар. Хороший был. Но нужно продолжать. Продолжать, например. Чуть-чуть, чуть-чуть замешкался. Держит. Больше подхозяина в ринге. Да, здесь больше подхозяина. Вот хороший удар. Не давать боксеру. Еще работать. Вот справа попадание хорошее. Опять справа. Хорошо видит все. Молодец. Хороший раунд для него. Убедительно. 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 Убедительно выигрывает. Можно сказать, что еще больше, можно сказать, темпа, еще точности нанесения удара. Чтобы будет более эффективным. подчеркнуть урон, в правом порядке. Убедительно. 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 Тренер из Мариуполя, который в данное время тренирует боксера в компании Union Box Promotion. Пятый раунд. Напомню вам, что это шестирайундовый рейтинговый поединок. Не нужно давать боксеру идти вперед, обратно нужно столкнуть боксера и висеть на нем, и четко работать передней рукой. Вот Егоров это делает потихонечку, смотрите, вот он аккуратный боксер такой, Саня, защита хорошая у него, удары видит, отходит с ногами, с ногами подходит. Поддавил его, да. Так, и передней рукой контролирует постоянно, уходит передней рукой. Вот так вот. Ну, Дмитрий Костенко молодец, как говорится, выдерживает удары, проявляет мужество, характер. Ну, это очевидно для бокса, это такие качества спортсмены вырабатывают, каждый из боксеров. Ну, уже опускается левая рука Дмитрия Костенко, я думаю, что этим можно воспользоваться. Да, усталость сказывается. Оп, смотрите, четко справа, да, пошел. Как раз, да, только сказали. Только на эту опущенную руку среагировал. Хотелось бы немножко точности и жесткости добавить Саше Егорову. Удар четко попадает, но немножко поточнее бы. Как мы знаем, в боксе существуют нокдауны, нокауты мы видели, как Грещук произвел нокаут, но хотелось бы, чтобы Егоров Саша. И так работают два этажа, и по животу, и по голове. Как-то искорки нет, нет искорки таких вот акцентированных. Все вроде бы есть, все четко, все хорошо. Но где-то должен быть взрыв, повтор хороший. И можно, я думаю, что бой заканчивать. Вот видите, пропустил сильный удар, да, да, пропустил сильный удар. Судья в ринге отсчитывает. Увлекся, можно сказать, атакой своей. Вот видим, что боксер тяжело дышит, Дмитрий Костенко. На встречу пропустил удар. Вот вам, как говорится, профессиональный бокс. Явное преимущество, можно сказать, Александра Егорова. Один удар может решить все. Тяжело дышит боксер. Ну, как мы говорим, тренер поймал, поймал. Чуть-чуть видно, статичность какая-то просматривается. Чуть-чуть он ровно стоит, Александр. Спиной надо больше голову убрать. Вот видите, полетел вперед, сделал такую ошибку. Чуть надо корпусом больше качать и голову убирать с линии атаки. Он пробивает, а голова остается на месте. Более как бы самоуверенно он пошел. И здесь пробивает. Ну, я думаю, сейчас в этом раунде, в последнем он себя проявит более лучшей стороны. Смотрите, набрасывает, набрасывает. Но нужно больше жесткости. Боксеры видно Запорожье. Устал Дмитрий Костенко, естественно, нужно проявлять более и тактические, и технические действия. И хорошее желание к победе. Обратно, смотрите, левая рука все время хочет справа. Боксер его встретил справа. Все нужно работать через переднюю руку. Все атаки свои строит. Посмотрите. Тут же впереди. Не бросаться справа. Вот только боксеры. Один удар может быть. Наверное, хочет где-то, может реваншироваться. Довести все-таки свое преимущество или превосходство. Вот видите, один удар обратно. Боксер Дмитрий Костенко только справа. Да, больше ничего не бьет. Один удар. Ну, уже на фоне усталости. Один удар только. Я думаю, Сане есть чем взвинтить темп. Нужно сейчас просто поддавить. Работа, работа больше передней. Передней раскрыть боксера и четко наказать его здесь. Вот здесь и продолжать, не давать ему. Вот здесь больше работать. Молодец. Стоп! Бокс! Смотрите обратно. Молодец, Саня, да. Постоянно работает. Стоп! Обратно больше висеть, больше висеть, больше работать передней руки. И быть самому активным. Не давать противнику идти на себя. Вот видите, противник идет и хочет ударить просто справа. А справа просто бросается. Да, бросается. Он не бьет даже. Бросается. Вот передняя рука и все удары. Четко дошедший до цели. Обратно прожимает, раскрывает. Но отпускает противника. Вот здесь, вот здесь обратно. Руки на место. Возле канатов просто нужно вот это вот делать. Да, да, да. Чуть-чуть он с центра ринга начинает это. А нужно вот возле канатов лучше поддавить. И возле канатов уже развивать свою атаку. Обратно-обратно подгоняет вон. Вот смотри, только справа. За исключением пропущенного удара в пятом раунде. Можно сказать, превосходство его было неоспоримо. Соперник молодец, тоже крепкий парень. Да, бокс есть бокс. Здесь не бывает слабых. Выходят мужчины в ринг. Тут сейчас вам показывают повторы. Будет объявлен победитель. Единогласным решением людей победу одержал Александр Егоров. Union Boxing Promotion. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА